Ну, если отвечать на такой грандиозный вопрос, что вообще происходит в России, то лучше начать с того, что происходит на планете Земля. Потому что многие думают, что можно как-то жить отдельно, отдельной страной или даже своей отдельной жизнью. Муравьи в муравейнике не свободны. По мнению мистика Даниила Андреева, у них вообще у каждого нет души, а есть только одна общая. Ну, что-то вроде такого пузыря, который надувается. И поэтому, когда придавишь одного муравья, в общем, отряд не заметил потери бойца. И хотя внутри этого пузыря мы свободны муравьев, но на самом деле, конечно, у нас есть вот эта общая душа всего человечества. И все большие группы людей тоже образуют вот такой вот пузырь. И изменение внутри одного человека и перемещение его из одной стороны в другую, существенной разницы на пузырь не оказывает. Поэтому я, как человек, который вполне осознанно 50 лет наблюдает происходящее в этой стране, которую я тогда еще называл Советский Союз, сейчас она называется страна Российская Федерация, Я видел правление шести правителей, и, исключая несущественные детали, которыми можно просто пренебречь, как статистической погрешностью, жизнь всегда была одна и та же. Перечислю базовые черты, от которых можно избавиться только в бреду и в жанре фантастики, фикшн или фэнтези. Итак, у нас очень большую роль играет личность Верховного Правителя. Как бы он ни назывался, генеральный секретарь, президент, или как-то еще. Ему смотрят в рот, на него молятся, им, так сказать, заклинают природу, погоду, экономику. Как только меняется правитель, меняется все. Особенно это забавно было наблюдать, когда один из наших руководителей прошел всего полтора года. Он успел за эти полтора года поставить тогда еще Советский Союз на дыбы. Вот. И его наследие было так же быстро стерто. То есть, одно дело, когда 15-20 лет, а другое дело, когда за несколько месяцев заметна разница. Дальше, значит, почему каждый последующий стирает все о предыдущем, я этим вопросом не задаюсь, я просто констатирую факт. Вот так было, есть и будет. Поэтому, второй вопрос, что будет дальше, после Путина? Ну, что угодно, только не то, что было. То есть, скорее всего, будут отменены законы, которые были приняты, будут ликвидированы институты, которые были созданы. Вот. Элита, так сказать, поднявшаяся на близости к вождю или сумевшая в эти смутные времена достигнуть каких-то высот. Вот. Кто сядет, кто сбежит, ну, разве что специфика будет, что те, кто сбежит, все равно их найдут и посадят. Конечно, отберут все нажитое непосильным трудом. Вот. Достанется другим, которые будут ничем не лучше тех, которых они экспроприировали. Это еще один закон, от которого деваться некуда. Значит, все равно образуется пропасть между хорошо живущими и много себе позволяющимися верхами, элитой. Как бы они ни назывались, какой бы диалоги ни пришли, они потом начинают родственников пристраивать. Знакомых и друзей другого способа у нас не знают. У нас не объявляют конкурс. У нас нет так называемой меритократии. Когда стараются на место министра финансового поставить лучшего кандидата на именно министра. Не своего знакомого по даче, по секции самбо, по выпивке. Вот. Но все равно будут набирать людей по принципу «я его знаю, я его доверяю». Человек, который попадает во власть в качестве доброго знакомого, разумеется, будет понимать, что закон для него не писан. У нас законы пишутся только для людей, которые не обладают никакой властью. Остальные живут по своим законам. Для того, чтобы как-то унизить и обидеть существующие власти, иногда говорят, что она живет по понятиям. Ну, так в воровском жаргоне называются принципы, на которых строятся воровские сообщества. Ну, если бы так все было просто. В том-то и дело, что не по закону и не по понятиям, а по каким-то бесконечно меняющимся. Это еще третий момент, который, как говорится, важно отследить. Что нельзя утверждать, что это по закону, по конституции. Конституция у нас может быть любая, она все равно не соблюдается. Вот. Дальше, значит, то есть одним можно, другим нельзя. Почему можно, почему нельзя, не обсуждается. Вот. Почему обязательно нужно тащить друзей и родственников? А как иначе? Другой способ никогда здесь не существовал. Дальше. Почему крадут? Потому что можно. Потому что в природе человека, да и в природе любого животного, он, знаете, вот есть такая проблема, что если волк залезет в овчарню, ну, место, где содержатся овцы, он обязательно зарежет всех овец. Ни одну или две там, да, покушает и пойдет. Дело в том, что волк инстинкт, он как бы привык нападать на добычу, и добыча разбегается. А если не разбежится, и в овчарне-то держится некуда. И поэтому инстинкт волка грызть сработает, пока жива хоть одна овца. То же самое лиса сделает с курами. Она, если влезет в курятник, она задушит всех кур. А возьмет, в качестве добычи, только одну. Поэтому так вот негодуют хозяева. Так вот, лиса в курятнике, или волк в овечьей шкуре, который пролезет в овчарню, или человек, которому в России досталась власть, ведут себя совершенно одинаково. Он будет подгребать под себя все, что можно. Вот, разумеется, когда мера, так сказать, его жадности покажется кому-то из начальников чрезмерной, его могут остановить, отдернуть, болеть, даже посадить могут. Ну, ненадолго и не на страшно. И вообще он там будет сидеть. Может, даже и сидеть не будет. Вместо него посадят какого-нибудь другого человека, внешне похожего. Или даже не похожего. Просто выйдут документы, хорошо заплатят. И будет человек кушать крабов, черную икру. К него будут водить женщины легкого поведения. Вот, а он будет числиться вот этим самым узником подсчетным. Правосудие не может быть в такой системе. Потому что правосудие, это когда какие-то посторонние люди, помимо существующей власти, совершают какой-то закон, какой-то суд. У нас не бывает так, чтобы власть и закон конфликтовали. Власти есть закон. Как начальник сказал, так и будет. Сказал, значит, что эта земля наша. Значит, сдохни, ограбь соседа, отними у него. Даже если ты выйдешь боком. Сказал, что наблюдается экономический рост. Попробуй только вякнуть, чтобы нет роста. Или кто-то народ бедствует, голодает. Ничего не голодает. Сядешь за такие слова. Вот недавно закон приняли. Чтобы считать реальностью только то, что произносится с экранов телевизора, по радио и в официальных газетах. Кстати, я думаю, что скоро позакрывают все лишние газеты, журналы, радиостанции. Сложнее с интернетом. Потому что люди, которые с ним борются, сами плохо разбираются в том, что такое интернет. Не сумеют. Да и средства коммуникации сейчас таковы, что не напасешься ни миллиардов. Даже если без учета того, что эти деньги уйдут на воровство волкам и курам, вовчарнях и курятниках, все равно технический прогресс, это же не понос, который можно остановить, заткнув задницу пальцем. Все это неизбежно усложняется, растет и так далее. Потому что коллективная душа земли таких больших различий не потерпит. Вот сейчас начался своего рода тиранопад. То есть, то один президент в отставку подаст, то другого народ, выйдя на улицу, попросит больше не выдвигаться, то третьего военные свергнут, то как с Венесуэлой, там, скажем, такая раскоряка. А на Украине вот недавно еще такая ситуация. Отдельно по Украине. Я обожаю фильм Ржевский против Наполеона. И считаю, что два актера, которые, значит, снялись в этом фильме, ну, просто превосходны во всех отношениях. И драматургии, и комизма, и выразительности, и пластичности, вплоть до умения, там, так сказать, танцевать. Вот. И предположить тогда, что Наполеон будет избран президентом соседнего государства, я не мог, хотя я мистик, и, как говорится, к чудесам и приключениям. Ум более-менее приспособлен, привык, и, в общем, меня сложно, чем поразить. Вот. Порадовать легко, поразить трудно. Я крайне рад, что такие люди приходят в политику. Чем больше их будет, тем лучше. То есть, вот это такая тенденция, то какие-то фрики, то какие-то рокеры, то актеры, потому что политика, на самом деле, вещь несерьезная. Ну, избери серьезного человека, и дальше снова все повторится. Наберет друзей, где друзья начнут воровать. Если верховный не ворует, то в его ближайшем окружении обязательно начнут красть. Вот. Удержаться трудно, потому что коррупция по-своему просто, ну, цемент, клей, которые соединяют между собой различные слои. Очень сложно дожить до такого уровня, как скандинавские страны, где христианские принципы вошли просто в менталитет, в их единую скандинавскую душу, где не принято хвалиться богатством, где не нужно там часы показывать, за сколько они куплены, где не нужно дорогую машину демонстрировать, чтобы все обзавидовались. Там это не принято, это протестанты. Но в других странах, сколько угодно, люди считают, что их ценность возрастает в зависимости от того, сколько на них навешано. Золото, бриллиантов, часов или марка телефонов. И в этом плане, значит, бесполезно бороться с этим. И на Украине, которая отличается от России, очень мало. Была шутка, что это как две бутылки газировки, только одна без газа. Такой же менталитет, такой же беспредел, так скажем. Но более частая сменяемость власти, непредсказуемость, таковы киевляне были еще во времена, когда свергли Ярославича и посадили Всеслава-Чародея на киевский трон. Гораздо более серьезно от России, от русских отличаются белорусы. Они внешне, конечно, не бросаются в глаза, но это нация партизан. Себе на уме, расчетливые, прагматичные, в хорошем смысле слова. Не вот эта вот бездумная широта души, гуляй, рванина, отрубляй и выше. Все знают себе цену, знают цену себе, своей родине, своей истории и так далее. Поэтому вот это слияние в экстазе, оно нереальное. Мы числимся союзным государством, но, разумеется, гораздо выгоднее, чтобы каждый шел своим путем. Поэтому Зеленский в качестве комика или шоумена, или продюсера, дело в том, что все равно все вокруг это иллюзия. Как говорил Шекспир, весь мир театр, заезженные фразы, люди в нем актеры, и каждый в нем свою играет роль. Играть роль президента, может человек с хорошими актерскими данными, может играть с плохими. Но хороший актер лучше сыграет. Чего такой президент, в конце концов? Человек, который должен изображать интересы государства перед другими такими же актерами. Поэтому, значит, я за... Хотя, как говорится, мне от этого ни холодно, ни жарко. Украину я люблю. Мне импонирует украинская певучесть, независимость, речь музыкальная. Сама Украина, я по ней много ездил от, так сказать, востока до запада. Бывал много раз в Карпатах, среди Гуцулов, Бойков. Видел музеи, видел оружие, видел историю. Научился смотреть на нашу общую историю с их позиции, а не только с великодержавной московской. Жаль, что не могу поехать в очередной раз в Одессу, которую очень люблю. Но это дело десятое, все это еще вернется, как я говорил. Каждый следующий правитель сотрет в порошок все, что сделал предыдущий. Да, хорошо, последний вопрос. Как скоро произойдут перемены? О, вот этого-то я не знаю. Я считаю, что историей и нашей, и, так сказать, историей всей Вселенной управляет Создатель. У него какой-то свой план, который он не собирается нам предъявлять. Видимо, для того, чтобы мы развивались. Поэтому, с одной стороны, мне хватило, так сказать, на мою конкретную задницу приключений со всеми этими переменами линии партии вместе с самой партией. Я много пережил того, что называется страданиями и лишениями. Но, поскольку я, в конце концов, дошел до состояния мистика, которого по-буддийски можно назвать сторонником Тхировада, Южной школы буддизма, а в западном смысле я квиетист. То есть, я считаю, что человек должен больше на Бога ориентироваться, чем на свои интересы. Какими бы он сам себя гуманными не снабжал именами лозунгами, что он типа за благо, за счастье. Ничего мы знаем об этом благе и счастье. Мы не знаем, как отзовутся, так сказать, наши поступки. Иногда месть и злость и ненависть ведут к благу, а доброта и щедрость людей развращают и портят. Поэтому, значит, как Бог решит, когда ему наскучит, так сказать, линейное развитие событий, он возьмет и явится, неважно через кого, через Зеленского, через Путина, через Лукашенко, через людей, о которых мы ничего не знаем. И все задвижется в совершенно другом направлении. Будет мир во всем мире или Третья мировая. На этот счет есть и некая наукоподобная теория экономиста и трейдера Насиба Талиба. Теория черных лебедей. О том, что есть события, которые никто не в состоянии предсказать. Они резко меняют историю всей планеты, а много времени потом находятся люди, которые говорят, я вас предупреждал, я говорил, я знаю, что так и будет. Но они врут. Такими резкими изменениями была и Первая и Вторая мировая война. И взрыв башни Близнецов в Нью-Йорке 11 сентября 2011 года. И появление интернета тоже. И поэтому, значит, сейчас с умным видом говорить о том, что я знаю наперед. Бог не в том значении библейском, там, скажем, более поверхностном, детском, доброго старичка с бородой в простыне, который сидит на области, на облаке. Нет, нет. Создатель космоса, создатель всех нас, создатель планет. Он создал программу, он создал агаритм, он этим управляет. К нему обратимся. Другого ничего не требуется. Пусть он нас научит. А наша задача вовремя присоединиться к его божественному плану и тихо ему следовать. Это как на эскалаторе. Стоишь и тебя вверх несет. Потому что развиваться и подниматься вверх по эволюционной лестнице от неандертальца к Богу задача каждого человека. На этом, как говорится, разрешите закончить. Аплодисменты.